Во имя Отца и Сына и Святого Духа Первое послание Фессалоникийстам неудобнее, когда здесь рядом Первое Фессалоникийстам 5.16 Всегда радуйтесь Согласна? Ну вы же знаете, жизнь состоит из печали Вот спрашивают одного поэта английского Сколько в вашей жизни было счастливых дней? Он все перебрал, говорит, полтора дня Ну нашелся один падишах, у которого все там 40 лжем, 100 наложниц Сколько дней было в твоей жизни счастливых? Он насчитал где-то 4 или 5 Так что быть счастливым очень непросто Всегда радуйтесь Далее пишет, и за все благодарите Здесь же рядом За все благодарите Вот когда мы основывали, как сказать, стопоклонную молитву И семикратно в день молиться Вот сейчас в интернете это поняли И что мы предлагали Через каждые 2 часа становятся на молитву С разных континентов люди приходят Семикратно в день Прославляю тебя за суды правды За суды правды Которые Бог совершает Семикратно в день Не за то, что Бог теперь тепло Сытно Наморники сбросили Пошли, как раньше, гулять Отдыхать За суды А суды это когда Господь Прогневавшись Наводят суд На Израиля Мы больше всего По одной стране будем узнавать Враги приступают Штурмует город Речь идет не о двух Не о трех тысячах А о миллионе людей Для той страны При малом количестве людей Это не Пискаревское кладбище А там Теперь Санкт-Петербург Сколько погибло от голода Это суды Божьи И за это надо прославлять Человек Живет все в достатке Перечисляется его богатство А богатство исчислялось в натуре Сколько телиц Сколько верблюдов Сколько овец Книга Ио Первая глава И сатана все знает И видит Что человек молится Благодарит Бога Прямо написано Является сатана Среди детей Божьих Где, в каком месте Не написано И Господь Где ты был А я всю землю обошел А раба моего И его видел Видел И как И ты окружил его Никто его Враги не трогает Дети прием Семь сыновей Три дочери Красавцы Самые богатые И ты на востоке Так можешь жить А то тронет Отними Будет он тебя славить И вы знаете С чем закончится Два раза сатана Приступал А второй раз Говорит Ладно Это скотину Все это отнял У него Врагов напустил И каждый Отовсюду прибегал На меня напали И овец забрали Пастухов побили Один я остался Следующий опять Прибегает А там где-то В другом месте Было Верблюдов И точно так Один Этот один Золотой Говорит Был дьявол Он прибегал Всех побил А теперь Видео Отрока Он даже не узнал И приходит И говорит Я это сделал Он человекоубийца И лжец Евангелие Тяна 8.44 Вчера вечером Кто здесь не был Я скажу Я пытался Раскрыть Во всей палате Слово горе Какое горе И однажды Даже три раза Встречается ангел Горе 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 Живущим на земле Я напомнил Только что Полученном известии Человек Теперь я узнал Фамилию Осяк Его звать Владимир А жена Татьяна Он священник 34 года Новошахтинск Много больных Он с женой едет Симферополь Там где Где видимо Мощи покоится Крым Все это такое Луки Воина Ясенецкого Чтобы помолиться Совершить Паломническое путешествие Ну в общем-то Заботиться о людях Много больных С этой вот эпидемией Ну так-то бы ладно Теперь я только не знаю одно В какую сторону он ехал Семья фотографируется И лопнуло колесо Шофера знаете Что такое лопнутое колесо Машину стало кидать Должны или нет У него с ним пятеро детей Так по виду я вижу Старшему Ну не больше 14 лет У него машину кидается Старшему в сторону Какая скорость Не знает Ну примерно Специалист может выскочить Что не 60 километров была А она срывается с сиденья Она же здесь Разбивает или открытое окно И летит навстречу полосу И по ней Фура проезжает Фура это огромные машины Там где-то 12 Больше метров бывает где-то Ну ясно дело Что там ничего нет Мгновенная смерть Ну он поврежденный Дети остались целые Мы вчера объявляли уже Получили за него Владимира молиться здоровья Бог дал бы сил перенести То есть у него несовместимых Жизнь у ранений не было Сегодня ночью сообщили Умер Дети круглые сироты А я вчера еще говорил Которые имеют там связь Передайте им Что мы ждем их на лето к нам Я говорю Расходы все на себя А здесь отдохнете На лоне природы Купаться дети будут Лагеря то нету Но теперь у нас другой вариант Другой формат Мы приглашаем людей В гости Они приезжают с родителями И туда уже не рос Потребнадзор Никто не заходит Нету Три года мы в этом положении Нас не трогает никто Приезжает начальник Уголовного розыска Как у вас дела Посмотрят Лагерь здоров Заявал прокурор Прямо любыми путями Строение лагеря убрать А я сделал там музей Объявил И тут надоедал И видимо На дне власти никакой нету Не депутаты Государственного дома Никто Но я считаю Краевая прокуратура Краевая прокуратура Все таки она старше И видимо оттуда идут Каждое письмо А я всем Фракциям писал С нами такое дело А они Краевую А теперь отвечать надо И в конце Я так догадаюсь Видимо они сказали Ну зачем тебе это Там на навозной куче Ни одного квадратного метра Сельхоз уходи Не за мая И он отошел Да благословит его Господь Итак Горе Но за все Благодарите Благодарил ли он Не знаю А по слову Божию Так Вот сейчас Как на всяком Богослужении Блаженны Сколько блажен Все знают И только заодно Блаженны плащущие Обиженные Отнято что-то И Господь говорит Утешится И вдруг Не обещание Великое Малое Ну Как говорят Адекватно этому Приравненное Ты плакал А теперь Ты знаешь Что никуда Они не делись Они там И Бог Увеличил Когда пришло время И Иов исцелился Сатана Третий раз Не подошел Почему Злотон Он был ослеплен Он сидел Проказу Щищал На ребрах Ничего не было И дьявол Увидел сердце Сияющее Как солнце Он ослеп А то дьявол Говорит Иоанн Златоуст Закрыв лицо Он бежал От Иова Это вообще здорово Это надо Все это открыто Так держать И здесь Кому от этого Благо Дети Крудные Сироты Теперь 84 Слово здорово Слово здорово Итого 275 раз Господь Говорит о том Что люди Счастливые Которые верят Него Они блаженны Блаженство Означает Счастлив Во всей полноте Что имеет Связь с Богом В мире Не могут быть Люди счастливы Мы сейчас Слышали об этом Как Ненавидят Мир не может Вас любить Я избрал вас Из мира И мир возненавидел вас И здесь Блаженство Говорит Великая награда Когда будут Вас злословить И гнать За имя мое Там Девять блаженств Но великое Только за одно А почему Перед Богом Если ты для Бога Это делал Еще раз напоминаю Самое большое Счастье Когда какая-то Душа обращается К Богу И он говорит Благослову Для меня нет Больше радости Как слышать Конечно Он видеть не мог Тогда Слышать Что дети Мои Ходят В истине Серахов 37 И говорит Ничего нет Печальнее Когда друг Превращается Во врага Два полюса Обращаются На небе Бывает радость Об одной Качестве души Она милая Нашла Драхму Так ангел Радуется Радуются ли Ангелы О чем Они разговаривали К смерти Подготовиться У нее Татьяны Не было Матушки Ему 34 года Повторяю Владимир Кому на сердце Бог положит Мы молимся Все сейчас В интернете Помяните их И умер Совсем недавно Только Отец Дмитрий Смирнов Он был По силовым Структурам Главное Умер И дальше Вчера я говорил Об этом Горе вам Господь говорит Когда все О вас будут Говорить хорошо Везде горе Можно отодвинуться Здесь никак Я хочу Чтобы было хорошо Оказывается Это во вред А почему Этого не может быть Гнали меня Сегодня считали Буду гнать и вас Если тебя не гонят На работе хорошо Жена любит Теща Тебя глаз не отводит Все у тебя хорошо А что Я разговаривал С такими людьми Нормально А на работе Знаешь что верующий Да нет А как же ты Ну никак А на работе Ешь да Крестишься Нет А дома Это икону А я их За пужеры Там поставил Там не видно Ну а крестик То носишь Ну я его Клямочки на майке С той стороны Пришил Говорит Его не видно Кто может Обратиться Гнали меня Меня И буду знать И вас Это определенный Не гонит тебя Это тревога Горе вам Господь говорит Когда все О вас будут Говорить хорошо Горе А ты на работе Передовой Везде хорошо Если ты свидетельствуешь О Боге Говоришь о Христе О Суде Божьем Поверь Тебя и фанатикам Экстремистам Как угодно Будут Я не призываю К тому Чтоб ты умышленно Вышел на дороге И кричал Ну так и делают Вот началась Это отрава Вирус И там По Германии Идет один По улице Один Улицы пустые Никого нету И он кричит И кричит Что попрятались Господь придет Вас найдет Вытрясет Из этих домов Все смотрят Он идет И кричит Надел на себя Мешковину Как в речище Но он кричит По немецки Перевозчик сразу говорит Люди этим воспользовались Слушать не хотели Храма опустили Не слышите Слова Божия Я до вас Понесу это слово Он идет Кричит им Молодой человек Ну может быть Лет 25 Итак Я сегодня хотел сказать Противовес Как бы Вся наша пропасть И сегодня о радости Псалом 2.11 Это Давид написал Самая большая По объему книга 150 псалмов Молитв Даже есть 151 Сколько он страдал Как его клеветали Даже родные братья Когда он пришел К ним А там сражение Ты на кого оставил Обещих отца нашего У тебя злое сердце Ты пришел посмотреть Здесь как вроде в кино Как тут А кто избает От Галиафа Да тебе ли это Говорит Иди домой Несовершеннолетний А мы знаем Чем это окончилось Все И братьев Когда пришел Помазать Будущего царя Одного за другим Семь сыновей Представляет Иисей Это Давид Иисеевич был И один другого Лучше Бог не избрал Как он узнавал Как он узнавал Сейчас показывает Так И он держит По руках Обыдва камня И от камня Лучи идут И скрещиваются Или в росте идут Может быть так Но нигде не написано Ну здорово это Ни на одном Лучше света Не остановился А еще есть Да есть Да он маленький Пастет овечет Я пойду туда И показано Как он Он его не помазует А он Не кисточкой А льет на него Возлил Это обилие благодати А какое Он победитель Честь возненавидел Посылает убийц Киллеры пришли Ну Жена мелхола Положила там шкуру Статуи А он в окно убежал И где он писал Псалмы Я все время думаю Или он где-то в пещере Сидел в это время Сколько бегал Потом было крушение Согрешил смертно Двумя грехами Как мы благодарны Богу Что Божий закон Дважды на занесший меч Над ним Приостановлен был И следующие Псалмы Один за другим идут И сколько он рассказал О счастье Мы послушаем Псалом 2.11 Служите Господу со страхом И радуйтесь Придним с трепетом Радоваться с трепетом Не просто так Богу Спасибо Вот молятся Когда еретикистик там И так Господи Спасибо тебе Ну в общем-то Как бы так Но спасибо вообще ничего не означает Разные варианты Спаси Бог Или Спаси Бай Падали перед ним Когда Монгольская ига была А когда ты скажи Спаси Христос Как по-другому все Господь И перед ним с трепетом Как бы ни то слово не сказать Когда мы перед большим начальником Златоуз говорит Мы склоняем голову Меняем Интонацию голоса Боимся сказать лишнее слово А перед Богом-то что нагородишь А вот такой-то он против меня Да он несправедливый Меня с работы выгнали И тогда поблагодарим Бог Бог знает что ты сильный Ты это перенесешь 10-13 1 Коринфян Говорится По мере Бог дает Умножается Скорь Умножается и помощь 31-11 Веселитесь о Господе И радуйтесь праведные Торжествуйте все правые сердцем Все Значит Чтобы радоваться Нужно быть правым сердцем Не держать зла За обидевших молиться Враги нападают Любить Вот сейчас Карабах Это Армения Опять с Азербайджаном И ведут войну На истребление идут Это уже ни царь не мог их смирить Ни Сталин не мог Ну и мне задают вопрос Что сделать Ролик выставили Я отвечаю И тоже получаю по затылку Я говорю Кто христиане? Армяне Они в 4 веке получили А мы в 10 И их святой Они называются Апостолическая Армяно-Григорьевская церковь Главный святой Почитаемый Григорий Армянский Просветитель И он у нас В наших визе Календарях записанный Они христиане Какой закон такой? А те мусульмане У них какой закон такой? Кто кому должен теперь? Ну у них так и написано И они делают то Что у них написано По их книге Которую они называют Священной У нас написано По-другому Любите врагов И я даю совет Что там в горах? Мы там были Ну в горах Коров пасут И нету ни травы Ничего Ну где прорубили Там где-то Глина засыпилась И травинка Корова стоит и грызет Стравните с потерянским Трава по пояс Как на полустанке сойду И здесь Да отдайте вы им это Отдельно Это когда-то было Я совет такой Спрашиваю Я говорю Отдайте И ты христианин, где, ну, они у президента Российской Федерации за столом, ну, и пускай он при всех скажет, но наши люди там есть, есть, они будут переселены в самое внутрь, да, ну, построите им. Конечно, даже разговаривать нечего, потому что у этих нефтяных скважин это живут примерно в 10 раз лучше, тех 3 миллиона только, не 3, 2,800 армян, а этих 10 с лишним миллионов, у тех около 3000 квадратных километров, а у тех 10 с лишним, то есть даже сравнивать не приходится. И их правитель, это сын бывшего, когда тогда был при советской власти, мы были там, а они согласятся, даже говорить не будут, да, то есть та сторона согласится, и у вас прекратится убийство, там армян-то мало, молодежь вся здесь, погибать зачем? Они здесь, у нас в Барнауле, у них здесь храм свой, а они наши братья, поверь, они христиане. И когда собирали нас у главы администрации города, их священник приходил, у них церковь называется во имя Святой Репсимии, а Репсимия, она наша святая в житиях святых у Дмитрия Ростовского. То есть, они говорят, Фалкидонский собор не признали, монофизиты, с ними разговаривал, да нет, нас никто не пригласил в горах, они нас не знали. И потом, мы признаем, как вы, нет нас, нет, вы не так, я беседовал уже не с одним, они все говорят, мы не монофизиты, мы понимаем, как вы. И здесь они приезжали, студенты или кто, в Покровском соборе, при прежнем настоятеле, они то ли семинаристы и пели, стояли здесь, все интересно. Я там был у них, для библиотеки отвез книги. Тут тоже отвозьмите для себя, где воюют, где воюют. Мы все время говорили, Господи, дару мир Израилю, России, Украине, Сирии. Теперь поминаем смуту большую Белоруссию и Карабах. Господи, ты знаешь, как это сделать. Положи им на сердце, когда они будут сидеть здесь за столом у президента страны этой. И один бы другому это предложил-то. Эти только отдали бы то, что воюют, там жить невозможно. Настоящая война с самолетами, с артиллерией, говорит, там, я попутно говорю, за все благодарите. И чтобы Бог дал блаженство. Должны быть счастливы. Псалом 32, 1, 5. И 1, 5. Радуйтесь, праведное Господи, правым прилично словословить. И 5 стих. Он любит правду и суд. В милости Господней полна земля. Исайя 49, 13. Когда на сердце тебя будет Господь, и в сердце поет, легко это будет. Я считал про одного солдата из армии Наполеона. Он раненый, прямо их сердце. Вот тогда какая была медицина. А он увидел, вы видите там изображение какое? Там император мой должен отобразиться. У христиан на сердце после вскрытия видит образ Христа. Насколько достоверно, не знаю. Но легко в это поверить. Я не говорю о них, если говорит, любя земного императора, тем более мы небесного царя царей и Господа господствующих. У нас тоже что-то отражается. Чтобы мы радовались. Все рассматривать. Ну остались, допустим, теща, тесть. Конечно, если они верующие. Да, хорошая семья. Люди заботились. Господи, внечая на смерть. Прости. Да при множественной молитве, да и по всему интернету, кому я разослал только, наверное, не одной тысячи человек. И все молятся. И все благодарят Бога за милость Его. Дети-то остались живые, хотя и круглые сироты. Итак, Исайя 49, 13. Радуйтесь небеса и веселейте земля, и восклицуйте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. Причина, по какой радоваться, видя то, что Господь делает, какие перемены в государстве. А вот сейчас такая болезнь, там распространяется, там вирус. Как благодарить Бога? Как написано? За все благодарите. Господь предсказал, мы считаем, 24 глава Матфея, 21 Луки, что будут моры, глады, землетрясения. Не ужасайтесь. Сему надлежит быть. А можно, чтобы не было? Не будет, никакая вакцина не может сделать. До определенного уровня дойдет, и все. Замыслы у людей одни, там, уничтожить, 7 миллиардов. Бог бодрствует над творением своим. Те, которые в мире соединились, сделать это злодейство, убийство, ничего не получится до конца. Почему с нами Бог? И сегодня об этом говорят. Людей прятали, на полтора метра не подходите. А сегодня открыто пишут, наоборот, надо делать. Тогда организмы это работают. Чтобы чистый воздух был больше. Иммунитет в человеке вырабатывается. Выступает профессором, со всеми за руку везде. Почему дети, говорит, ты не болеешь? Там, где руками сапался, потом палец в рот. В организме заложено все. А ты сидел здесь, а теперь пошел на половину воздуха у тебя отравленный. Чем ты дышишь? Своими же отработками. И показывает сегодня сравнение. Вот, допустим, ты апельсины режешь. Или пошел в подхожее место, запахи слышишь. Размер этих частиц 1 микрон. 1 микрон. А вирус в 100 и в 1000 еще раз меньше. Да как? Если меня, говорит, я с маской зашел и слышу это, то это тем более не задержит. А что делать? Да? Не продают. В это время надел сам шею. Купил и вышел. Пока еще не в печати антихриста. Выход-то есть. Как батюшка говорит. Надо ухо надел, надень на второе. Он надел. Вагон сел, дальше убирай, никто за вами не смотрит. Нас проверяет, готовы ли принять нащертание зверя. Это все ступеньки вплотную. Там уже игры никакой не будет. Нет. Мы должны только умереть. За все благодаря Богу. Матфея 5.12. Перейдем на Новый Завет. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков бывших прежде вас. Впереди говорится, там гнать будут. Когда гонят злодеи, наседают, будешь ли благодарить. Это самое трудное блаженство, но и самая великая награда. Мне пришлось это испытать. Я не просто, я вчера говорил. За одну ночь только 72 звонка мне. С угрозами. Я у дверей стою, уже отворяю. Вот такое. За два года мне пришлось в черный список занести 16 тысяч человек. С матерками, с ужасом каким. Это полновесная военная дивизия. И ничего. И благодарение Богу. Ни один через забор не перелез. Ну один перелез, но тоже ничего не получилось. Даже два перелезли. Итак, Матфея 28, 9. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Христа распяли, и надо радоваться. Тем более, человек, если где-то погибает, и верующий. Вот у царя много детей было. И вдруг один умирает. И пророк говорит, только один был найден, годный Богу. А остальные остались на страдании. Чтобы он не страдал, Господь его забрал. Но мы-то так-то можем рассуждать-то. Господь знает, они достигли. Дальше будут искушения труднопереносимые. Это написано в литературе. И спорить не приходится. Ну а вот, как теперь дети? У Бога высчитано. Я недавно так считала. Она девушка, Кристина. Ей, кажется, 16 лет. Учится в техникуме. То ли 7 или 8 ребятишек осталось. И она и в комиссии приходит одна за другой. У нее все высчищено, за коровами ходят. То есть она бросила техникум. Там женихов отбыли. Она никому не отвечает. Поднять надо детей. Так нигде не сказано, что она верующая-то. Мне скинули это. Я просмотрел раз, другой не верится даже. Все дети знают, что делать. Учатся хорошо, как готовят пищу. Нам примеры просто подают на сегодняшний день. Дети не будут сиротами. Молитры, поминайте их. Неизвестный нам детик. Осяк, фамилия его. Итак. Евангелие от Луки 10, 20. Мы посмотрим, когда нужно радоваться. Хотя бы примерно вешки увидеть. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Ну сейчас каждому подойти и спроси. А ты веришь, что именно на небесах? Да кто это знает? Будьте внимательны к священному писанию. Не то, как нас приучили. Нас многому учили неправильно. Я говорю это на основании Слова Божия. Пускай опровергнут. Сорок раз, Господи помилуй, сколько раз считаем? Двенадцать раз. А спроси. Ты прощен Богом? Да Бог только знает. А куда деть Писание? Мы считаем любимого ученика Иоанна. Первое его послание. Мы считаем четыре, там два и другие места. Рожденный от Бога не грешит. Да кто же из православных в это поверит? А потом он и говорит дальше. Рожденный от Бога не может грешить. Ни сорок раз, ни один раз. Прощенный. Не может. Почему? Это другая природа. Тебя не тянет туда. Ты не будешь тайно смотреть там, что не следует. Ты не будешь тайно за углом нашептывать и кого-то подбивать, чтобы за тебя были. Рожденный от Отца Небесного не может грешить. Это правда. Тебя это не тянет туда. Проверь себя. Лука пятнадцать. Шестой и девятый стих. И придя домой созовет друзей и соседей и скажет им. Порадуйтесь со мною. Я нашел мою пропавшую отцу. И девятый стих. А найдя созовет подруг и соседок и скажет. Порадуйтесь со мной. Я нашла потерянную драку. Так говорю вам бывает радость у ангелов Божьих. И об одном грешнике. Я вчера об этом говорил. Сегодня нас побольше пришло. Тут может быть человек двадцать, двадцать пять. Даже не знаю. Вчера было шесть человек. А ведь никто не перегородил дорогу. Батюшка здесь больше. Батюшка уехал нет. А община-то и без батюшки существует. Вы не слышите это проповедь. Да вместе. А я и дома помолюсь. Золотого звезда не обманывая себя. Господь заранее сказал, где двое или трое собраны. Здесь все. И место освященное. Да почему не приехать? Почему нам не побыть вместе? Вы просто для себя решите. Мы ждем этот день воскресный. Прийти прославить Господа. И многие сегодня не пришли. И я не знаю причины какие у них. Но не такие, что перейти их нельзя эти причины. Вот мы считаем там Евстратии. Его болезнь скрючила. Какая болезнь, может быть, врачи могли бы сказать. Он ходить не мог, а только ползал. Ну, кажется, еще. Но это единственный раз ему видение было. Христос распятый на Голгопе. Он где-то там рядом в Иерусалиме был. И Господь говорит покаявшемуся, подойди и исцели его, разбойнику. Такого я нигде больше не встречал. Тот разбойник сходит с креста, подошел, его коснулся. Он поднялся на ноги и пошел. Он ползком добирался до там, где дети Божьи собираются. Вот у нас в Потеряевке есть год 94 года. Сестра Серафима. Никто ни разу не видел ее, чтобы она села в храме. Было такое, даже не выдержали ноги. И упала она, подняли, садись, нет, встала и стоит, как свечки. И она начнет говорить, что интересно. Все время на огороде копается. А вечерин пришла и молиться не могу. Я говорю, тогда стала приседать, гонемастику делать, и все отошло. Однажды тоже упала, а сын в другой комнате прибежал. Мама, не трожь. Меня какие-то мягкие, теплые руки опустили на пол. Я еще хочу почувствовать это. Еще продлить это удовольствие. Это живой человек с нами живет. Никто ни разу не видел близкую мою подругу Антонину. Ее муж выгнал, четверо детей отняли. Не видели спящей. И когда меня судили, а слушать мои материалы в две с половиной тысячи часов. Она единственная, которая прослушала от начала до конца. Она все время в работе была. В любое время дня и ночи я приходил. Тетя Тетя, спишь ты или нет? Днем не надо говорить. Тут купили рядом. Дом был 137. Храм-то был один. И она всех гостей принимала. Мне Бог дал счастье видеть тех людей, которые самоотверженно, для Бога все делают. И всегда была радостная. Вот представь тебе, тебя выгнали из дома. Через топор перепрыгнуло. Детей отняли. И власти тебя сажают. Ты будешь богословить? Понимаете? Страх человеческий. Мы должны сказать, Господи, если один поборол, Златоус говорит, он будет судьей для всех. И ты мог это сделать. А один спасется, если в Барнауле, вот в это время. Он будет судьей для всех 630 или 670 тысяч человек. 1 Петра 1,6. Как понимали апостолы, слово радуйся. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. А в другом месте говорится, искушение 10 дней. Сколько будет 10 дней? 10 дней это коротенькая наша жизнь. Она, вспомни, ты была маленькая, ты даже с трудом можешь вспомнить вчерашеньку. А ведь бегала, прыгала и ничего не думала. И сколько ты перенесла. Бывает, а и детей своих, и непочтение ближних. Все позади. Если за все благодаришь, награда будет тебе, как мученику. Так объясняют святые отцы Ава Исаия, Василий Великий. 4,13. 1 Петра. Там на одной странице почти все. 4. Ну как вы участвуете в христовых страданиях? Радуйтесь. Да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Сейчас мы найдем послание одно. Единственное послание, которое наполнено словом радость. Послание к филиппинцам будем считать. И мысленно так, воображение немножко. Тюрьма, подвал, света нет. Никак сейчас там электричество. Этого не было ничего. И он там. Одна рука привязана. Второй, ты ему поправляешься. Прикована к стене. По стене плесень стекает. Санитарных условий никаких нет. И он все послание наполняет радостью. Радуйтесь. Радуйтесь. Еще раз. И со мной радуйтесь. И здесь поскорбевше немного теперь. Римлян в 12-15. То есть это короткое вот это страдание. Оно нам несет венец от Бога. Велика ваша награда. Ты не возроптал. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вот даже загадку такую загадаю. А как лучше, легче радоваться с радующимися или плакать с плачущими? Если не знаете, подумайте дома. Как у вас в жизни было? Мы плачем. Мне-то до того жалко этого. Как семья-то разрушила. Да внезапно. Я все представляю, как она вылетает. И навстречу ее в движение. И едет Татра, мгновенно раздавленная в лепешку. Я не могу без слез говорить. А радоваться, когда бы они... А вот мы были у архиепископа Луки. Вы знаете, какая радость? Мне это ни по чем. Ну радость, да и какая радость. Я могу сходить здесь в храме, там мощи, поклониться. В Корабельниково съездить. Радоваться с радующимися намного труднее. Почему не я? А почему им этот миллион достался? Почему он путь золота нашел, а не я? Это же понятно там. Почему его выдвинули на соискание такой-то премии, а меня нет? У меня больше заслуг. Мысли-то разные ворочаются. Значит, надо просить у Бога с радующимися радоваться. Второе Коринфянам 13.11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Причины какие. В мире быть со всеми, о любви. И тут ложишься спать, когда златоуз говорит, не стеши заснуть. Мысленно перебери этот день. За что можно прославить Бога? Я говорю об этом, а сам этого не делаю. За мной следили, когда я засыпаю. Где-то в среднем там, ну, 45 секунд. У меня уже полностью нет. Еще если на улицу походишь, да еще ложку меда с теплой водой. И вообще, чтобы мне не было никакой обиды. Даже на врагов, на лютых. Вот на нас нападал, там, прокурор, мы каждый день благодарим Бога, что он умиротворил его. И даже я батюшке говорил на день в деревне, пригласи его сюда, пусть он своими глазами видит, как мы тут живем. И в этом году, знаете, прислали из прокуратуры, она прям девчонка. И батюшка в конце спросил, когда все показал, может кто-то подкапывает. Нет, говорит. А я думаю, что вот это сейчас, а иеговистов закрыли, свидетели, что там истарион арестовали его в верхушку. Ну, которая там себя за Христа выдает. Думаю так, что это известно в Москве. И оттуда надо указание проверить всех. Проверить, нормально. Ну, проверили, регистрацию показали. Все, ни слова больше, дальше никакого нет. Подозревать мы даже, ну, никакого основания нет. И она всем довольная поехала. Все снимали, и она снимала. Мы оказались так, что будто и в лагерь пошли, где в лагерь. И там еще пришлось где-то говорить. Я считаю, это милость Божия. Притом из того района, из которого на нас было самое большое давление. Это тоже чего-то. А он уже для того послал, чтобы она не надо думать. Мне легче думать по-хорошему. Филиппийцам 2.17. В послание радости. 2.17, да? 2.18. Ну, слушайте, на пальцах сейчас. Сколько раз мы посмотрим? Несколько. А всем и вы радуетесь, и срадуетесь мне. Я в тюрьме, а вы мне срадуетесь. То, что я сижу, да, конечно, это не дома, нет рядом друзей. Но когда подумаешь, это от Господа. Потому что не о награде думаешь, а об обращенных душах. Вот представьте, я первую ночь в Джамбуле. Город Джамбул. Меня специально послали к казахам. Где я языка их не знаю. Это все обдумано. Теперь уже не скрывают. Жанатас. Лагерь, в который все повязаны. То есть согласились работать на власть. Там нас 3 человека только было. Армянин один, он больше 10 лет сидит. И свидетели Игова, кажется, были. Два. Четверо нас было. И я, так будете, нет. Я говорю, нет. Я христианин, я сотрудничество с вами не могу. На сотрудничество, где-то что-то на кого-то сказать. Я даже не знаю, что там надо было делать. Радуйтесь. И мы радуемся. И Бог дал начальника, который непосредственно в моем отряде был. Я потом нашел книги у Васалову Владимиру Васильевичу словах на пенсии. И вот обыск. У меня Библия. И он сразу пришел к себе в сейф и ее положил. Просфор у меня ворует. Он к себе в сейф утащил. Это человек, которого никогда не видел. Но там какая-то льгота давалась. Вот сейчас я дал ту журку починить свою. Две недели. Щинит знакомый человек. Починить. Готовую. Все никак. То пальцы больные, то еще что-то. А там так. Учат. 20 минут обучения. Учитель идет, широк от лопаты у него. Так, с сегодняшнего дня ты должен 21 пупайку шить. 21. Ну там кто-то рукава пришивает. Кто-то все там. Да я не могу так. Сразу не понял. Живот со всей силы кулаком и палкой по стене. Ты делаешь или нет? Ты пришел зачем сюда? Вот так. И начальник это узнал. Он пришел и проходя мимо меня схватил за руку. А он высокий рост. Беги за мной. Держи за руку. Не остановишь. Береги. Куда-то он тут работает. Никуда. Бегом. Сейчас только через стену. А там особый туберкулезный отдел есть. Я тебя туда спрячу. И он мне там по две порции масла, молока. Незнакомые люди с врачом договорились. Это разве не милость Божья? Я первый день в тюрьме. Успел сказать людям всем о Боге. Где можно было. И сам на колени. Утром говорят. Вы молились ночью. И семь сидельцев становились на колени. Можно мы с вами молиться будем. Никого не приглашал. Не ехать никуда. Как у нас не надо. А у нас рядом. 50 шагов. Смотрю. Нет. Человек, который 50 шагов. Нет. Мало того. Еще опоздаю на следующий день. И все в норме идет. А где ревность? Где любовь к Богу? Как мы по сравнению с Серапимой будем выглядеть? Три. Один. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Для вас назидательно. Радуйтесь. То есть независимо какой ты князь, боярин, бомж. Радуйтесь. И вот это, что интересно, сегодня пишут. Радостное настроение у человека пожирает все эти микробы и вирусы. У человека иммунитет подворит. Я не знаю сколько, но говорят, что большинство болезней, от того, что нервная система разодрана буквально тут не так, там не так. Бывает люди, сейчас вот когда закрыли, не выходить-то где-то дома, столько скандалов было. Они привыкли. Один на работе, другой. Тут она жена. Да я такую разобрал. Я женился на какой? В кого ты превратилась? А я за кого вышел, там всю жизнь меня испортил. Понятно? И дети такие же. Сейчас пишут, он один вышел из балкона, начал поносить в полицию. Не у нас. В полистейский уйдин с балкона, не положено никак. Родители не берут, он его застрелил насмерть. Крутко и смиренно надо вести себя. Ты еще там не был. Некоторые начинают, я говорю, осторожно говори. Когда Господь начнет испытывать, где мы окажемся. Ты будешь радоваться или нет, о потере семьи. Вот вернулся оттуда, а жена уже вышла за другого. А еще надо тебя ждать 10 лет далее. Дальше, 4-4. Радуйтесь всегда, Господи. И еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь. Хорошо. И еще раз говорю, радуйтесь, догонку. Сколько раз он говорит? 5-16. Где-то 13 раз только сказал, прикованный к стиле. Радуйся. 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 Да я впал, да я то, другое. Он стилен поднять. Сколько раз впал, столько раз и вставай. Я не поощряю к падению, а поощряю к восстанию, говорит Ангела Тавус. 5-16. Филипийцам? Так, еще раз. Нету пятой главы. Нету? Пятой главы у филипийцов нету. Это я говорю про филипийцам. Нету пятой главы. Ну, что-то у меня неправильно начали так. Итак, я напоминаю, о радости, о блаженстве, говорится 275 раз. Надо настроиться на эту волну. Благодарю, брат. И самая большая наша радость, то, что Иисус пришел по любви Отца Небесного. Что Он взял грехи мира, умер за нас. И воскрес третий день. И сегодня второе место считали. Если бы вы любили меня, любили бы Отца, любили бы и меня. А вот если этого нет, то ничего нет. Любое несчастье надо рассматривать с позиции вечности. У Бога все предусмотрено. Что ты ропщишь? А как я без него? Дом сожгли. Я один? Не один. Ангел стоит и наблюдает. Непосильное не даст. Ты научись во всем рядом видеть Ангела-Хранителя и Спасителя нашего Иисуса Христа, Которому да будет слава от нас во веки веку. Аминь. Аминь. Аминь.